что обсуждаешь что интересно на самом деле только пришел пока еще не успел ничего обсудить но планирую чтобы ты хотел о чем поговорить что тебе интересно мне мне интересно направление в жизни цели саморазвития что например что важное деньги или наоборот моральной составляющей но это блин важно для каждого абсолютной человека смотря что для тебя цель то есть мне кажется материальные цели это немного не это абсолютно не это абсолютно не обложить себя вещами это глупо вот я тоже то что деньги это лишь время которое мы тратим чтобы заработать эти деньги деньги это средство как правило до для достижения но как показывает практика смотри все все зависит от твоих целей если твоя цель например там условно стать диджеем да то тебе придется под заработать порядка нескольких сотен тысяч для того чтобы купить себе аппарат на начнем с этого если ты хочешь выучить английский язык тебе не нужны деньги потому что в youtube и в интернетах этих наших есть бесплатном доступе например лекции с гарварда оксфорда ели в бесплатном доступе ими можно спокойно пользоваться это круто вот если там если тебя увлекает например спортивные машины тут тоже придется немножко заебаться чтобы заработать денег эти деньги тут являют средством средства посредстве но не самоцелью да конечно да я тоже очень много ал я про конец игры за деньгами дани очень много людей которые строит свою жизнь вокруг вещи им важно чтобы были вокруг них вещи они покупают очень много вещей в квартире должно быть много вещей в их карманах должно быть много вещей об этом речь и знаешь я где-то года до 14 очень нет 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 да где-то года до 14 я очень много я вообще музыкант ну а до 14 года был максимально практикующим музыкантом чисто вот удовольствие мы много катались группами играли я басис с большим опытом и мы когда играли концерты я тогда начал это замечать в максимум было очень много ребят которые велик невероятно круто выглядели очень дорого очень стильно очень красиво но когда при любой практически моей попытки с ними в завести какой-то разговор я залетал просто слету в мысленную яму то есть эти люди были настолько пусты что если в них подуть то скорее всего они превратятся во флейту то есть в на них ничего нет кроме вещей и это очень грустно когда ты видишь очень много красивых но абсолютно пустых людей и я вот в эти этих людей я вижу до сих пор каждый день вокруг меня из питера здесь это возведено в культ здесь это прям да это прям некая метка я думаю то что сейчас как раз таки смотрят не то что ты сидишь разговариваешь как ты излагаешь свои мысли что у тебя внутри а именно вот как-то одет как ты выглядишь нет конечно выглядит нужно хорошо но есть мера есть мера есть грань четкая игра когда ты одеваешь носки до колена ходишь как-то шара покажет нет я с тобой вот теперь я с тобой в корне не сагра не согласен почему потому как когда ты начал надеваешь доски до колена это твой выбор то есть ты пришел в магазин и купил вещь которую создали для того чтобы ты ее купил если ты купил эту вещь надел ее и тебе в этом комфортно и ты в этот момент счастлив это заебись если ты накрасился и выглядишь как петушара но в этот момент и счастлив ты ничего не с разрушаешь ты ничего не делаешь плохо и это не делает жизнь других людей хуже то это благо потому как это никому не мешает но твою жизнь это делает лучше это важно точки зрения этой стороны возможно возможно но все-таки есть есть устой как должен выглядеть мужчина молодой человек и когда нет это это очень консервативно да и очень консервативно да но все-таки то что консервативно то правильно нет тут я это субъективную вещь как извращенство если мы будем говорить она должна субъективно это тоже субъективно например взять в жены девятилетнюю девочку в объединенных арабских эмиратах это норма у нас это считается педофилией то есть например ебать овец например в некоторых странах это считается нормой то есть мужчина не может считаться мужчиной если им не было выебана там овцы или бараны в нашей стране это считается за фили и это считается уголовным например многие женщины считают что если они одеваются опять же мы возвращаемся консервативности и в нашей стране есть понимание как выглядит бледина как выглядит нормальная женщина условно нормальная это в в зоне восприятия каждого человека через призму опыта умений знаний интересов и собственно творческого фильтра скажем то есть какая-то женщина выглядит как женщина другая как бледина также как и мужчина кто-то выглядит как мужчина кто-то выглядит как петушара это настолько субъективно насколько вообще в принципе может быть на самом деле мы встречаем людей по одежке и если я посмотрю на мужчину колготках ну и покрашена и скромного человека в костюме условно такси поверхностный пример первый вывод будет о том то что ну другой человек более скромен серьезен к себе до строк к себе требовать сейчас тебе приведу пример но этот мужчина который в пиджаке который скромен его например три раза на дню ебут с трапоном то есть утром его ебет жена вечером его дубе ебет жена а днем его ебет начальница но при этом ты все равно по умолчанию считаешь его скромным потому что он выглядит в данный момент как хочется тебе как тебе хочется с такой логикой можно сесть рядом с бомжом и стать ему другом логика можно сесть рядом с алкоголиком и стать ему друг да безусловно с трансгендером у которого две головы и стать его другом понимаешь что но смотри условно трансы трапы не бинарные личности и прочие люди это всего лишь люди которые в одеваются так как им удобно то есть так как им позволили магазины и рыночек и так далее условно мысленный опыт если ты вот например у тебя сердечный приз нет даже не ну пусть будет у тебя сердечный приступ тебя разъебло у тебя вот в данный момент просто от инсульта тебе расхуячила половина тела то есть у тебя левая рука работает левая нога правая все наху тебя просто отекло но есть блять доктор который сейчас тебе будет обслуживать но он гей вот он любит другого мужчину в жопу и сам любит в жопу насколько вот опять же вот теперь тогда мысленный вопрос вот он перед тобой с подведенными глазами а вот и например он стоит в шортах из которых выглядывают сетчатые колготки но у тебя сейчас есть вариант потупиться своими какими-то взглядами и собственно лечь под нож к этому человеку который сделает твою жизнь нормальный хотя он по твоему мнению ненормальный либо сказать саны петуша иди на чтоб тебя полили в ближайшие печи чтобы она была но при этом ты типа останешься парализованным но со своими идеями ну типа тут идет вопрос уже моей принципиальности если я не особо как минимум я скажу ну хорошо друг лечи меня спасибо большое ты не такой как я думаю а если я я реконсерватизм я просто говорю я лучше сдох но я не такой я просто тебе привожу пример есть конечно же это не важно какой человек как он выглядит все это конечно самое главное что у него голове его идея тут фильтр восприятия работает в обе стороны для меня например я понимаю для меня например каждый человек по умолчанию уебок если он меня не убедит в обратном то есть я не считаю всех людей заблаговременно хорошими для меня не наоборот совсем по умолчанию все хуёвы если меня они в обратном убедят я буду очень сильно рад и буду с уважением относиться к но при конечно тоже не должен уважать и за то что они люди сюда безусловно конечно то есть всего это служит сейчас он покупает хлеб а вечером он убивает котят или потрошит детей на органы то есть как бы тут все такое а если ты считаешь всех по умолчанию хорошими то это другой фильтр восприятия и вот для меня например я вообще мне все равно возраст пол опыт цвет кожи религия мировосприятие мироощущение и прочие вещи также как и его сексуальное предпочтение до тех пор пока он не докажет просто что он хороший человек то есть он не убивает не он созидает для меня фильтр людей только вот прост либо ты создаешь либо уничтожаешь если создаешь большой лак уничтожаешь ну братан увы вот уже можно знаешь зайти о том то что мы есть где тебя пользуют смысле наша главная цель человека как виды размножения как у нет нет не сказал бы смотри если все как гей да то что ну вот мы живем для себя зачем дети зачем это почему гейда они наоборот воюют за то чтобы им позволили усыновлять детей не рожать детей могут нет безусловно нет безусловно вот и если все будут геями все будет гей не может быть все это поддерживают гей это не выбор гей дорогой собеседник гей это не выбор не лесбиянка и не гей это не выбор что эта вещь закладывается еще буквально на уровне зиготы это работает с нуля это встроено в человека ты не можешь выбрать быть геем или нет также как и ты лично не можешь выбрать какой у тебя будет цвет кожи ты не можешь это выбрать потому что ты с этим рождаешься этот вопрос очень много очень многие люди имеют на этот вопрос свое мнение нет своего мнения уважаемый уважаемый собеседник это не мнение это факт научно доказанный и есть научные работы с которыми я собственно знаком но увы не могу сейчас точно сослаться на определенную это уже четко объяснено тут не нужно слышать наука работает с доказательствами с примерами с проверяемостью и снова с доказательствами и со статистикой самое главное поэтому за вера и и чьё-то мнение не это не наука это шилософии софи сидят плохо геем скорее потому что они очень-очень сильно извращены они выходят на парады голые но смотри хорошо даже нет смотри это твой консерватор хорошо смотри ну давай ладно твой пример потом я свой приведу если я буду стоять на улице я вижу девушка с парнем которые целуются и гея с геем которые целуются условно две пары уютки почему потому что не извращаться они позволяют себе то что не должен позволять себе адекватный человек что тут нужно понимать что такое нормальный человек кто определяет кто кому что и за что должен и понимаешь сколько условностей в одном твоем предложении хотя там всего лишь семь слов знаешь скорее не условностей скорее это все рамки морали у каждого не свои если ты считаешь рамки морали определяются воспитанием социальной сферой обществом в котором ты живешь и многими другими факторами также как минимум да также литературой религией и многим другим но они очень хорошо насчет парадов смотри условно людям не платят зарплату людям задерживают зарплату полгода те люди которые говорят верни нам бабки сука их убивают что люди делают выходят на улицу и говорят ёбаный ублюдок сука верни нам деньги я сейчас просто просто транс не транспонирую а просто перевожу твою фразу и просто ввожу в нее другую составляющую и ты говоришь типа это не нормальные мужчины они выходят на улицу тогда так быть не должно вот они выходят своих засранных блять замасленных куртках блять своих этих странных касках блять и пытаются вернуть себе деньги ёбаный в рот блять возьмите себя в руки уёбайте нахуй с улиц вы блять мешаете моим детям проходить от вас воняет сраный мазутой блять я просто в твой же разговор ввел другую перемену и она выглядит уже не так абсурдно но я с тобой согласен уходим в любую другую ситуацию и мы просто вместо геев подставляем любых других людей любую аналогичную ситуацию почему блять гей в большинстве своем я сейчас я не тащу лгбт-ку движуху я не тащу феминизм я просто осознаю мотивацию этих людей и я понимаю что если ты но опять же мы возьмем темнокожих людей которых достаточно продолжительное время на берегах миссисипи использовали как людей второго сорта вообще не людей и до сих пор есть прецеденты когда темнокожих людей за людей не считают что люди делали они сначала не уступали белым места в транспортах хотя было гиперсегрегация да то есть места для чёных но если белому нужно место чё обязан встать съебать и туда сядет белый то есть сначала им не перестали уступать места белым потом начались массовые стачки потом начались убийства гонения тюрьмы и так далее но в конце концов что мы получаем что темнокожие люди тоже люди и опять видишь мы опять приходим к той ситуации просто мы переводим состояние геев которые просто хотят одеваться как хотят и как бы люди которым не нравится что какой-то другой человек не делает так как хочу я но это же абсурд то есть моя жизнь это моя жизнь и я например вот условно я катаюсь на велосипедах у меня есть вело чулки опять же кто-нибудь скажет братан типа ебать это же чулки я скажу дружище до 16 до середины 17 века чулки придуманы были мужчинами для мужчин и где-то начиная в начале девятнадцатого века их начали носить женщины они скажут типа братан но это же старые времена я говорю ну ты же тоже ссылаешься на то что наши предки в условных девятисотых годах не могли себе такого позволить а теперь я условный там такой пидорас блять вело чулках и наху езжу и в шортах все это дело настолько относительно настолько вообще может быть возможно как ты думаешь рано или поздно россия примет геев я считаю что у россии есть совершенно другие проблемы вместо геев идея это такая хуйня что просто блять ну смех чувак здесь люди у меня вот например рядом находится пятерочка магнит и дикси у них то вместе магазинчики там люди начиная от моих ровесников мне 30 заканчивая людьми преклонного возраста около 60 70 копаются в мусорках дерутся за просрочку и плесневалым хлебом о стенке мусорной жижи натирая на хлеб кушая кричат о том что путин наше все у людей отобрали пенсии у людей отобрали вообще возможность мотивации жизни сейчас обнулились сроки президента у нас ничего не происходит у нас закрыто более 15 тысяч школ наше высшее образование не котируется нигде у нас нет дружбы ни с одной из нормальных стран мы не можем торговать ничем кроме оружия и нефти это объединенные арабские эмираты буквально на пару дней назад сказали что мы будем продавать меньше потому что россия китайское оружие гораздо лучше качественнее и дешевле чем наше и это страна в которой детям вместо астрономии преподают основы религии думает о том что проблема в геях чувак серьезно и юрилы ты очень сильно не то что повлиял ты реально сказал по факту геев насчет того почему не должны репрессировать насчет всей этой темы и ты возможно даже изменил как-то мое положение к этому потому что я так не вдумался до насчет и нормально не нормально вот как ты рассудил это очень очень правильно и ты даже возможно изменил в этой степени поэтому я тебе благодарен ты прям вот спасибо большое я рад и тебя успехов во всем пока супер крутой разговор супер крутой разговор ребята супер крутой и и